Работников Куйбышевской железной дороги с профессиональным праздником поздравил губернатора и вручил областные награды. Николай Иванович Меркушкин отметил, что самарское подразделение в последние годы динамично развивается. Количество маршрутов для перевозки пассажиров становится больше. 2 августа было запущено 4 электропоезда до аэропорта Курумыч. О перспективных планах и о тех, кто их будет воплощать, расскажет Виталий Портнов. Стук колес, убегающие вдаль дорогой, красивые пейзажи. Уже не только романтика. Движение по рельсам для пассажиров и грузов должно быть безопасным. Василий Памикушин в кабине машиниста локомотива провел более 33 лет. Железнодорожник – это не просто работа, скорее призвание. Я всю жизнь мечтал быть железнодорожником. Ну, нравился мне этот. Сейчас, конечно, такого нету. Запах хриозота, стук колес, движение. 25 лет, которые я непосредственно ездил. Ну, это стиль жизни мой и стиль жизни моей супруги. Ей тоже надо отдать должное, что вот она терпела, ждала. Вообще, у меня заношена золотом. Он никогда не думал сменить профессию, понимая всю ее важность. Куйбышевская железная дорога ежегодно перевозит сотни тысяч тонн грузов, миллионы пассажиров. Только в 2015-м этим видом транспорта воспользовалось более 7,5 миллионов человек. В этом году по плану цифра вырастет до 8. Накануне профессионального праздника всех работников отрасли поздравил губернатор. Я хотел бы выразить слова благодарности вам за совместную работу. Мы очень активно работаем с Куйбышевской дорогой. У нас есть соглашение. Мы совместно осуществляем пассажирские перевозки. Мы датируем эти перевозки примерно на уровне 225 миллионов рублей. Каждый год выделяем для того, чтобы обеспечить эти перевозки. Железная дорога постоянно развивается. Сейчас курсирует более 60 электропоездов по четырем основным направлениям. До Похвестнево-Сызрани, Жигулевского моря и до платформы 1236-й километр. А 2 августа было открыто сообщение между Самарой и аэропортом Курумыч. Всего 8 рейсов в сутки. Время в пути час и 40 минут. Этот проект очень интересен тем, что имеет под собой далекое будущее. Понимание и наувязывание двух агломераций. Самарская и Тольятская. Ну и конечно же с аэропортом Курумыч, который является аэропортом как для Самары, так и для Тольятти. Сейчас решается вопрос строительства скоростной железнодорожной магистрали Самары аэропорт Тольятти. Проект уже был поддержан президентом страны. Быстрое транспортное сообщение необходимо во время проведения в областном центре игр чемпионата мира по футболу. Специалисты из Китая готовы уже начать строительство. Сейчас идут переговоры. Если они будут полностью финансировать, финансировать будут на себя на определенный срок окупаемости всего на 12-15 лет, то мы, наверное, будем просить, чтобы нас Москва в этом поддержала. Потому что мы уже сегодня имеем немало случаев или фактов, когда в том числе и в Тольятти едут люди работать в Самару. Их уже не одна сотня таких людей. Конечно, иметь современное скоростное движение, поезд скоростной, исключительно важно. В преддверии праздника Николай Иванович Меркушкин за особые достижения и вклад в развитие отрасли вручил областные награды. Почетный знак трудовой славы получил и Василий Помикушин, машинист локомотива. Виталий Портнов, Вячеслав Потоцкий. Новости губернии.